В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.swoboda.org, передача правосудия и я, ее ведущая Марьяна Тарачашникова. Верховный суд России, хотя и отказался признать незаконными положения приказа Миноборнауки номер 32 от 22 января 2014 года, однако отметил, что чиновники не вправе при приеме детей в школу требовать от их родителей подтверждение легальности пребывания в России и регистрацию. Отчего не всех приняли в школы 1 сентября и почему суды вынуждены заниматься вопросами школьного образования. В студии Радио Свобода председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина, координатор проектов комитета гражданское содействие, курирующая вопрос доступа к образованию Анастасия Денисова, беженец из Афганистана Харуншах Дудшах и один из его сыновей Мухиншах. Ну вот я как раз хочу Харуншах к вам в первую очередь обратиться. Я знаю, что вы богатый отец, у вас 9 детей и насколько я понимаю, сейчас никто из них не учится. Совершенно верно. Я, во-первых, здравствую всем тем, которые нас слушают. Во-первых, я благодарю своего бога, что мы хотя и во второй советского народа, что хотя мы как человек живем в Советском Союзе. В России все-таки? В России. То есть я учился в городе Волгограде, это было 23 года назад, то есть во время Советского Союза. И после окончания учеба мы вернулись. То есть в Афганистане у нас в то время, когда были советские войска в Афганистане, было очень хорошо и нормально. После этого, когда советские войска вышли с Афганистана, то есть у нас чуть-чуть стало хуже и хуже и так до сих пор. Пришлось время, когда вот, допустим, люди назвали, как бы так говорят, Талибан либо Ал-Каида, они убивают людей мирных и не спрашивают ни о чем. Дети, жены, там родственники, там всякие. И на этом как раз у нас попался отец мой. Сначала мне тоже предупреждение дали, что вы с работы должны остаться без работы, потому что вы учились в первых, то есть в России, во-вторых, вы работаете с иностранцами. Я не думал, не заметил. После второго письма мне звонили из больницы и сказали, ваш отец попал в аварии. Это было, то есть из больницы, просто слово. Я когда туда заходил, сказали, что мы того человека поймали, который вашего отца убили. После этого еще раз письмо мне прислали, что в этот раз твой очередь будет, то есть мы вас тоже будем убивать. Какие-то анонимные были письма? Нет. Вы не знаете, от кого приходили? Это от тех, которые себе считают Ал-Каида. И мы эти письма отдали полицию, чтобы они сами разбирались. Но, к сожалению, они ничего не смогли и в тот момент убили моего отца. Потом после этого сказали, что если вы не отпустите, не будете решать в суд, чтобы отпустили нашего человека, то есть мы разбираемся с вами и со своими, со своими, твоими детьми. И вот поэтому я так и думал, что нет, мне уже сейчас не надо жить, да, и у нас очень плохо. Я решил попросить своим ребятам, которые у нас в России были, они мне прислали приглашение. Ваши бывшие однокурсники, да? Да, да, это мы, которые там вместе учились. Они уже нету, тоже в России сейчас их нету, правда. Но они мне прислали приглашение, я пытался взять визу и через посолство мы приехали в Россию. Это когда было? Это в 2019 году. То есть мы приехали, и вот в чем у нас проблема, что мы уже живем пока 3,5 года, и до сих пор, то есть мои дети не учатся. Я отец многодетный, у меня есть 9 детей, то есть 6 из них, хотя уже готовы, чтобы учиться, но мы питаемся вместе, одна организация, которая с нами очень помогала и очень помогает, и питается, чтобы наши, мои дети, чтобы учились. Это называется гражданской садистой. То есть... А почему не учатся дети? Вот дело в том, что мы, когда обратились к директорам, они сказали, что вот нет у вас регистрации, у вашего детей нету регистрации, и поэтому мы не сможем без регистрации взять на учебные годы ваши детей. Но вот вы сейчас в России, я правильно понимаю, находитесь легально, у вас временное убежище. Совершенно верно. У меня есть свидетельство, то есть документы, которые нам от ОФМС дали, как временное убежище. То есть я нахожусь в территории России как беженец. Официально, да. Но ваших детей учить не хотят? Вот поэтому, нет, мои дети хотят, чтобы учились, но, правда, они не заберут, потому что у них у каждого нету регистрации. То есть вот нам только такой ответ дали, что у них нету регистрации, мы без регистрации не сможем взять ваших детей в школу. Мухиншах, а ты хочешь учиться в школе в России? Ты говоришь по-русски нему? Да. А кто тебя учит русскому языку? Учителя. Школьные? Школьные. То есть ты все-таки ходишь в школу? Не в школу, а просто та, которую папа сказал. А, то есть вы нанимаете репетиции? Нет, нет, он ходит в центр адаптации обучения детей беженцев комитета гражданской садисты. Где действительно учат их учителя. Учат действительно настоящие учителя, да. То есть это наш ребенок. Но это вот не школа, это центр? Это центр адаптации обучения. Мы сначала отчасти, ну, когда нельзя было детей без регистрации, в 96-м году отправить в школу, а тогда был образован этот центр, и тогда он отчасти заменял школу. Потом мы с этим боролись дважды, и мы побеждали оба раза. В Московском городском суде, потом в Верховном суде, и детей в школу стали брать. Но центр сохранился как центр подготовки к школе. Вот сейчас, к сожалению, опять заново эта история повторяется, и детей в школу не берут, и поэтому фактически наш центр заменяет школу. Но никаких документов образования мы не выдаем. Просто детям помогаем. Помогаем. Адаптироваться. Помогаем освоить русский язык, да, адаптироваться. Это недаром называется центр адаптации, потому что, кроме этого, они обретают еще свое общество, где они празднуют разные праздники разных стран, и чувствуют себя в коллективе, чувствуют себя дома. У тебя много друзей в России, русских друзей с тобой? Да, много. А вот как вы общаетесь? На каком языке? На русский. На русском, конечно. Расскажите, пожалуйста, Светлана Алексеевна, а как вообще стала возможна такая ситуация, что вот есть человек с официальными всеми документами, не какой-то нелегал, который прячется где-то там по подвалам, скрывается от закона, с детьми, которые хочут и имеют возможности устроить их в школу. Как получилось, что детей не берут? Ну, во-первых, это получилось не первый раз. Вот я уже говорила, что в 96-м году впервые эта замечательная идея возникла на уровне Москвы, и Москва и сейчас лидирует, потому что в других городах, во многих, как вот по моей сети наши юристы отвечали, детей в школу все-таки берут. Все же органы образования, образовательные учреждения прежде всего ставят основной целью выполнения своих обязанностей учить детей. Ну вот тогда это было распоряжение мэра Москвы, мы его оспаривали, как я говорила, в Московском городском суде, потом в Верховном, и тогда нас суд поддержал совершенно однозначно. Это правило было отменено. В 2012 году Министерство образования уже, значит, на федеральном уровне выпустило приказ, если не ошибаюсь, 107-й, и там было сказано приобретительно то же, что и в этом приказе. Но когда после того, как этот приказ появился, и детей перестали брать в школу, был поднят некоторый шум такой на общественном уровне, и к нам на встречу пришел заместитель министра Игорь Примаренко, который, в общем, просто фактически осознал, к чему привел этот приказ, и буквально в течение нескольких дней появилось разъяснение. Ну вот мы так и жили. Вот с 2012 года был приказ, были разъяснения, и из разъяснений следовало, что, собственно говоря, детей окрестных берут при отецом порядке, а всех остальных уже потом на оставшиеся места. Но тем не менее берут, несмотря на регистрацию, несмотря на отсутствие регистрации, и даже легальное положение. Потому что, честно сказать, в 43-й статье Конституции Российской Федерации ни единого слова не сказано о том, что нужна быть регистрация и даже легальное положение. Ну, то есть это нормальная ситуация. Есть ребенок, его надо учить. Так во многих странах, между прочим. Ну вот, а вот, значит, год назад, полтора года назад, да, на нас свалился этот новый приказ 32, и под его влиянием школы, и потом им разъясняли эту ситуацию местные органы образования, однозначно поняли его так, что детей без регистрации брать в школу нельзя. Мы сначала надеялись, что Министерство образования выпустит снова разъяснение, но этого не сделано. Поэтому нам пришлось вот так вот обратиться в суд. Насколько я понимаю, Анастасия, то по меньшей мере где-то 57, что ли, семей вот обращалась именно в гражданское содействие с подобными проблемами, но это только капля в море от общего количества тех, кто испытывает такие проблемы. Да, вот в моем списке 64 на данный момент, это действительно, конечно, не все, это просто показывает ситуацию в Москве, особенно, особенную, скажем так, да, есть люди с отказами в доступе из Московской области, из других регионов, вот, но мы, прежде всего, организация, работающая в Москве, и здесь, конечно, подавляющее большинство этих обращений об отказе в доступе в московские школы. Ну, давайте вот по специфику именно московскому чуть позже поговорим, а сейчас расскажите, что было в Верховном суде, вот вы туда пришли и что? Значит, в Верховном суде мы обратились от лица двоих заявителей, это гражданка Сирии в интересах своей дочери и гражданин Узбекистана из Твери, которые оба находились законно, на территории находятся, закон на территории Российской Федерации, но детей в школу не брали. И мы хотели на их примере, с учетом их ситуации, посмотреть, как же работает этот весь приказ, и обжаловали его в двух пунктах. Значит, это пункт по обязательному предъявлению регистрации по месту пребывания или по месту жительства для детей, и документы, подтверждающие правовое положение родителей. Мы высказывали свою позицию о том, что это противоречит и Конституции Российской Федерации, статье 43, которая гарантирует право образования каждому ребенку, и федеральному закону об образовании в Российской Федерации, где также говорится, что единственная причина, и почему ребенка можно не взять в школу, это отсутствие мест в этой школе, а не какие-либо, значит, отсутствие документов. И еще ряд других положений, которые прямо говорят о том, что вообще у родителей есть обязанность, чтобы дети учились, и у государства есть обязанность учить. В общем, это гораздо выше, это превалирует над всеми теми требованиями каких-то конкретных бумажек в каждой конкретной школе. То есть правильно я понимаю, что по большому счету, если бы вот так же формально чиновники подходили к исполнению обязанностей, как они подходят к ним иногда, то вот сейчас бы должны были бы привлечь Харуншаха к ответственности за то, что его дети не учатся. Ну, я бы сказала так, что органы опеки должны были бы заинтересоваться, почему ребенок не в школе, да, как минимум. Кстати говоря, я хочу сказать, что у нас такой случай есть. У нас вот недалеко от Москвы, в Домодедово живет семья узбекская, и детей не взяли в школу. И вот старая учительница обнаружила их на улице и заинтересовалась, что же происходит, почему дети школьного возраста бегают в школьное время по улице. Она пришла к родителям, нашла родителей, спросила, почему. Отец объяснил, что у него временное убежище, так же, как у Харуншаха, но тем не менее его детей не взяли в школу. И она по своим старым связям добилась того, что детей в школу взяли. И вот я хочу отметить... То есть это вот личное влияние. Да, это личное влияние советской учительницы, которая привыкла к тому, что иначе не бывает. И вот еще что хочу добавить к этой истории, что через некоторое время, где-то через полгода, был тест проведен большой, проверка в школе. Там максимально можно было набрать 55 баллов. Так вот, дочка этого нашего, Сабира, набрала 53, а 55 набрал только еще один ребенок. То есть она оказалась второй по уровню. По успеваемости. Да, по уровню. И он еще огорчался, что сын его не дотянул. Вот он оказался в средняках. Но ни тот, ни другая не были худшими детьми. Они просто очень мотивированы к тому, чтобы учиться. И у них могло бы и не быть такой возможности, если бы буквально недобрая женщина. Конечно, они добрые и ответственные. На самом деле, это просто проявление гражданственности. Она гражданка этой страны. Она считает, что она отвечает за то, что здесь происходит. Ну так а что отвечали в Верховном суде представители Минобранауки? Вот это самое интересное, поскольку мы вообще до последнего думали, что наши иск удовлетворят. И вообще все складывалось в нашу пользу, потому что все были согласны с тем, что мы говорим. Дети должны учиться, отказывают незаконно. Приказ двусмысленный, разъясните его, пожалуйста. И представитель Министерства образования и науки в суде говорила вообще замечательные вещи. И тот протокол, который мы попросили в суде и распечатали, мы вообще тоже будем прикладывать к тем пакетам, которые мы даем родителям, которые к нам приходят, чтобы они показывали его всем. Вот в частности, представитель Минобранауки говорит, если дети не проживают на данной территории, то есть не имеют регистрации, но в школе есть места, родители предъявляют в школу только свидетельство о рождении. Вот это все, что они должны предъявить для того, чтобы их зачислили в школу. И в итоге Министерство юстиции поддерживало позицию Министерства образования и науки. Говорили о том, что требования регистрации в этом приказе носят исключительно технический характер для того, чтобы приоритизировать потоки и тем детям, у которых есть регистрация по месту жительства, обеспечить первое очередное зачисление, а всем остальным во вторую очередь. Ну, если в школе есть места. Если в школе есть места, безусловно. И в решении Верховного суда, несмотря на то, что оно вроде отказывает нам, разъясняются эти положения, которые мы оспариваем, как раз-таки, как оно и должно быть. Вот, оказывается, все неправильно понимали, что нужно предъявить. А говорится, что дополнительное предъявление документов, в частности, свидетельство о регистрации, не регламентируют основания отказа в приеме в образовательную организацию. Не могут, да, служить, то есть отказом. Отсутствие перечисленных документов, прямо уже говорится, не может являться основанием для отказа в приеме ребенка в школу. И еще один момент. Эти по аналогичным мотивам не могут служить основанием для такого отказа предъявления родителями детей документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. То есть вопрос о документах родителей тоже не должен вставать в школе. И мы уже видим, что в некоторых случаях то, что мы вот это решение Верховного суда даем родителям, чтобы они брали его с собой для переговоров с директорами, оно уже работает. Вообще это само по себе странно. Почему такими вещами должны заниматься суды? Вот, кстати, Хроншах, а вы пытались через суд решить вашу проблему? Пойти в суд и добиться, чтобы ваших детей через суд устроили в школу? Я бы, конечно, ходил бы через суд, но я сначала попросил у Светланы Алексеева, потому что они очень хорошо занимаются этими делами, которые нам помогали до сих пор и помогают. Поэтому мы им попросили, чтобы они через суд и за нас ходили. И спросили, почему нас не заберут в школу, наши детей. Я могу немножко пояснить, почему, да, вот трудно собрать документы, отказы для того, чтобы идти в суд. В суд надо идти с конкретными письменными отказами. Что говорят директора школ? С удовольствием вас возьмем. Однако, сходите, пожалуйста, в ОСИП, принесите, пожалуйста, документы. И сразу после этого окружная служба информационной поддержки. Это в Москве только такие. Да, это такие технические службы, которые, кстати, все наши обращения к ним отсылают обратно, с ними даже невозможно переписываться. Они говорят, что никакой ответственности не несут, как какая-то государственная структура. А управление образования окружные были упразднены. Оттуда нам тоже возвращаются письма. И в итоге у нас один переговор. У нас переговоры только с департамента образования, от которого нам приходят стандартные перепечатанные ответы, что только через электронную очередь, иного способа не предусмотрено, все документы согласно приказу номер 32. Приходишь в ОСИП, в ОСИПе тебе говорят, сначала все документы показывайте, потом мы вас заносим в электронную форму, с помощью которой вас потом приглашают на беседу с директором. Мы уже в последние дни в гражданском содействии сами стали почти филиалом ОСИПа и стали заполнять людям эти формы, потому что большинство заявителей не могут разобраться со всеми терминами, с электронными формами. Это на ящик, это на смс должно прийти подтверждение. И вместо регистрации обязательной там, но, как мы выясняем, не обязательной по приказу, забиваем адрес фактического проживания. Что в некоторых случаях позволило при личной беседе уже назначенной директором объяснить, почему человек не может указать эту самую регистрацию. А таких причин великое множество. И на самом деле человек не всегда, и даже в большинстве случаев, не из своей злой воли, значит, не идет и не регистрируется. А ответственность за регистрацию лежит на собственнике. Значит, это в силах только собственника пойти и зарегистрировать человека. Собственник может находиться за границей, может находиться в тюрьме, может быть больным, может жить на другом конце Москвы. Этих причин может быть множество. Но это уже мы обращаемся к проблеме, связанной с воровисткой регистрацией. Вообще с той же самой регистрацией. На самом деле основная причина, почему собственник не регистрирует, грустная довольно, она состоит в том, что наш гражданин хочет минимизировать свои взаимоотношения с государством. Он боится, боится, что у него будут неприятности. И хотя очень часто говорят, он просто не хочет платить налог, это не так. Потому что любой арендодатель, если он согласится, может увеличить на 13%, у нас налог-то небольшой, на 13% плату, и арендатор согласится на это. Лишь бы его зарегистрировали. Конечно, если он за это получит регистрацию. И мы это точно знаем, потому что у нас иногда бывают средства на аренду квартиры от организации. И найти вот такого владельца, который согласится сделать это официально, очень трудно. Пожалуйста, пусть живут, но регистрировать не хочу. Вот это такая грустная картина. Но дети-то не должны из-за этого страдать. Дети страдать не должны, но непонятна в таком случае позиция директоров школ, например. Они боятся. А чего они боятся? Им угрожают тем, что их по КОАПу, Кодексу административных правонарушений, привлекут по той статье, по которой привлекают работодатели, если он берет нелегального работника. Это 19,3, по-моему, статья. На территории Российской Федерации. 18 разные. 18,9 статья основная. О нарушении правил. А кто таким образом пугает? Пугают федеральная миграционная служба. Очень многие из них, да, очень многие директора говорят, что их предупреждали, что если они это сделают, то они будут оштрафованы именно как нарушители административного кодекса, как взявшие на работу, как если бы я вся на работу, вот не в Центр адаптации обучения ребенка привели, а папу бы, когда он еще не имел временного убежища, взяли бы на работу. Это совершенно разные правовые институты. Конечно, здесь речь идет о детях, которые учатся и не зарабатывают вовсе. Сотрудник, представитель Министерства образования и науки в Верховном суде говорила, что на вопрос судьи, ну вот если мы уберем из приказа вообще требования доказывать свое правовое положение, как школа-то пострадает, зачем вообще это, в каких целях вы это ввели? Она сказала, 18.11 КОАПа, это не предоставление сведений о составе учащихся, об иностранных гражданах в соответствующие службы. Вот если миграционная служба запросит, вот вроде бы как бы это защита директора, чтобы он мог предоставить сведения об учениках. На что вопрос был, почему он не может предоставить сведения вот столько-то с регистрацией, столько-то там с местом жительства в другом районе, не столько-то без регистрации, почему директор, собственно, попадает под этот, может попадать под эту норму. На это мы ответы не получили. То есть это тоже непонятно и смутно. И эти вопросы задавал суд? Да. Эти вопросы задавал суд и задавали мы. И задавали мы, да. Как участники судебного процесса. Вот чтобы закончить еще тему, может быть, про то, что почему мы с многими заявителями, такими, как дело Харуншаха, не могли пойти, не можем пока еще пойти в суд, потому что этих письменных, собственно говоря, отказов, где школа бы четко говорила, мы не берем такого-то, такого-то, потому что у него нет регистрации. Их трудно добиться. Это все устные отказы. Да, это устные отказы. Никто не хочет брать на себя ответственность и в этом случае. Но есть такие еще, хотелось бы сказать еще про все-таки еще одно аспект этой проблемы, про то, что дети, которые уже учатся, у которых закончилась регистрация, или учителя знают о том, что будет какая-то проверка, начинают поступать угрозы родителям, что заберите своих детей сами, или мы их исключим. И у нас был такой случай, когда двоих детей исключили из школы из-за того, что у них закончилось РВП, а отец... Разрешение на временное проживание. Да, разрешение на временное проживание. И отец обратился в суд в Твери с помощью вот как раз нашего адвоката, привлеченного адвоката миграции права, поскольку был четкий приказ об исключении ребенка в связи с окончанием его регистрации, с синей печатью, которую суд мог рассмотреть и признать его недействительным, противоречащим федеральному закону об образовании, в котором четко написаны причины, по которым ребенка можно исключить. И, конечно, такой причины, как у него закончилась регистрация, там нет. Поэтому те дети, которых взяли в школу, в общем-то, не должны бояться, родители не должны бояться, что их могут исключить. Таких оснований в федеральном законе не предусмотрено. Вы знаете, мне кажется, у меня сложилось такое впечатление, что все это происходит в целях экономии вообще. Потому что... Светлана Алексеевна, вы сейчас поясните, потому что на протяжении последних полутора или двух лет всем разъяснялось, и родителям, и не родителям, что теперь деньги на обучение конкретного ребенка будут отправляться в школы адресные. Соответственно, поэтому нужно сосчитать и перерегистрировать всех детей, чтобы понять, за кого именно государство платит. Ну, вот сколько часов у учителя. И, вероятно, российское государство, ну, есть основания так думать, решило не платить за не своих граждан. Вот я другого объяснения этому не нахожу. Вы знаете, к сожалению, у нас вообще в стране и в законотворчестве в том числе происходит очень много совершенно необъяснимых и явно неразумных вещей. Очень много принимается разных законов, и законы, как правило, к сожалению, носят репрессивный характер. Там, где можно было бы гораздо проще выйти из положения, там вместо этого организуются какие-то репрессии. Ну, в частности, это тоже ведь некоторая репрессия отлучать детей от обучения в школе. И тут, мне кажется, это настолько негосударственные действия, а настолько не политика, противоречащая вообще всем интересам российского государства, что удивительно, как этого не понимают власти. Потому что, на самом деле, мы, во-первых, оставляем вот 9 человек детей Харлан Шаха бегать по улице, ведь папа же не может за ними следить, он как-то должен зарабатывать на то, чтобы их кормить. Значит, папы дома нет. Мама с 9 детьми непрерывно ходиться тоже не может. Значит, дети оказываются на улице. Что можно предположить происходит с этими детьми? И какая среда их аккумулирует? Мне кажется, наши власти должны были бы подумать об этом. Наше общество никак не заинтересовано в том, чтобы увеличилось количество беспризорных детей на улице. Что поняла бывшая советская учительница мгновенно, когда она обнаружила детишек на улице. Но не понимают большие чиновники. Но не понимают большие чиновники. Но есть вторая сторона этого дела. Мы все время говорим о том, что мы теряем влияние в мире. Наша культура и наш язык. Так вот, для того, чтобы наша культура и язык распространялись, нужно этих детей учить. Они даже есть... Культура и язык, собственно. Да, конечно. Когда они уедут к себе в Афганистан, когда там будет все в порядке, или те сирийцы, которые сейчас находятся на нашей территории, или те же узбеки, или туркмены вернутся домой, они будут носителями русского языка. Ну, как можно этим не пользоваться? Знаете, есть многие страны, которые очень хорошо это понимают. И вот одна из наших близких нам журналистов сказала, что она поехала, приехала в Германию. Первые, кто к ним пришли, это были органы образования. И первое, что было сказано, детей в школу. И как потом возились с этими детьми, между прочим, написано в ее статье, совершенно замечательной, о том, как этих детей, которые сопротивлялись обучению, они хотели, как их там уговаривали, и как с ними обращались, как им специально пригласили пожилого человека, который ими занимался, волонтера, который начал, для того, чтобы дети захотели учить немецкий, он стал заниматься русским. Они его учили русскому. Начал их заинтересовать. Так их включили. И дети учат язык очень быстро. И они, вот как я уже говорила, они не становятся в классе балластом и не тянут класс назад. В эфире Радио Свобода, видеотрансляция на сайте www.swoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая, Марьяна Тарачашникова. Со мной в студии председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, координатор программ, проектов Комитета гражданское содействие, курирующие вопросы образования Анастасия Денисова, беженец из Афганистана Харуншах-Доудшах и один из его сыновей Мухиншах. Мы сегодня пытаемся разобраться в том, почему же дети беженцев и временных переселенцев, приехавших в Россию, не могут получать образование, почему им ставят всякие препоны и с этим должны разбираться так или иначе суды. Анастасия, скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то другие способы воздействия на вот этих чиновников от департаментов образования или на директоров школ, кроме как судебные? Прокуратура вообще какую позицию занимает в этой ситуации? Прокуратура в Верховном Суде, Генеральная прокуратура в лице представителя в Верховном Суде свою позицию изложила и до самого последнего нам казалось, что она прям полностью совпадает с нашей позицией. В конце выяснилось, что они считают, что наш иск удовлетворять не надо, однако никто с нами не спорил, что дети учиться должны. и позиция была в том, что единственное в этом же приказе в 32-м указано прямым текстом только одно основание для отказа, это отсутствие мест. И в позиции прокуратуры, зачитанной в самом конце заседания, это указано. И значит, что все остальные требования, они второстепенные, и они не могут служить тем самым основанием, что в общем совпадает с нашей позицией. Так что прокуратура вот здесь занимает такое положение. Но с другой стороны, могут ли, например, беженцы, не знаю, вот Харун Шах, может, например, прийти сейчас в прокуратуру и сказать, мы здесь живем, моих детей не берут в школу, помогите нам, пожалуйста. Вообще говоря, оспаривать можно не только действия должностных лиц, но можно оспаривать и без действия. Он может прийти в суд без отказа и сказать, что вот, я не могу устроить детей в школу, потому что мне отказывают устно или потому что меня не берут. Может, и может обратиться с таким заявлением в прокуратуру. Но вот вам неизвестны случаи, когда бы прокуроры по собственному почину выступали в защиту неопределенного круга лиц и говорили, что вот тут у нас... Вообще говоря, нам известно, мне известны случаи, когда прокуратура выступает в защиту неопределенного круга лиц, как вы сказали. Было такое время, когда прокуратуру и общественные организации лишили такой возможности. То есть были внесены в закон поправки, которому выступать в защиту неопределенного круга лиц было нельзя. Но потом прокуратуре это право вернули, нам нет. И у нас, у меня был такой случай, когда мы вместе с прокуратурой защищали право в Москве быть поставленным на учет для вынужденных переселенцев. Это удивительно было. Москва вообще хочет от себя все отринуть, все проблемы и пользуется только, так сказать, преимуществами столицы государства, что, конечно, совершенно недопустимо. И вот тогда Москва тоже по распоряжению Лужкова приняла такое положение, когда вообще ни беженцев, ни вынужденных переселенцев на учет не ставили. И прокуратура выступила одновременно. мы подали жалобу и прокуратура. Мы выступали с прокуратурой вместе. Были такие случаи, как мы вместе с прокуратурой оспаривали ни много ни мало о постановлении правительства Российской Федерации. Ну, это было при Лужкове еще. Нет, это было, да, это было не только при Лужкове, это было в 2002 году. Мы оспаривали право на закрытое, так сказать, право для внутри перемещенных лиц из Чечни получить компенсацию. Но с тех пор, видите, вероятно, что-то изменилось. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось. Вообще вероятность не только в прокуратуре. Я хотела еще добавить про прокуратуру. Что-то пошло не так в консерватории. Хотела добавить, что мы передали в прокуратуру города прокурору по делам несовершеннолетних все наши обращения и ожидаем до сих пор ответа об их позиции. Вот конкретно шанс появится со дня на день у прокуратуры города Щелково показать свою позицию в этом вопросе, потому что именно в прокуратуру директор одной школ города Щелково отправила беженца из Узбекистана. Вот. Чтобы там разъяснили или, как она сказала, дали то ли добро, то ли, значит, какую-то отмашку, что делать вот с этим ребенком. Вот. И отец туда пошел, написал письменное заявление, ему сказали, что в ближайшее время ему позвонят, потому что понимают срочность вопроса, что ребенок вот 1 сентября не пошел в школу. Вот. Очень надеемся, что вот прокуратура города Щелково будет образцом. Но это вот все тоже нежелание брать на себя ответственность просто какую-то, причем минимальная. я член общественного совета при Московской прокуратуре. И на заседании совета я этот вопрос ставила и в руки отдала тому прокурору, который занимается образованием вот этим все жалобы. Ну вот пока обратная связь не поступила. Но еще не успел прочитать, наверное. Ну, довольно давно, это уже было. Харуншах, скажите, а вот вам вообще хочется, вот после того, что происходит и после тех проблем, с которыми вы столкнулись, устраивая своих детей в школу, хочется оставаться в России? Ну, просто вот... Скажите честно, хотите отсюда уехать? Да, просто раз уж... Нет, ну, можно предполагать, раз сейчас вот эта вот история, с мигрантами огромным количеством в Европе, так может быть, тогда и... Правда, я... Двинуть в Европу тоже уже? Все? Правда, я только что сказал, что хотя благодарить советского народа, что хотя мы чувствуем себя, как человек в России, в территории России, естественно, хочется нам жить, то есть в России, если нам дадут, во-первых, документы, во-вторых, страивают на работу, если нам не дадут документы, то есть мы как сможем без документы, куда? То есть это нарушается закон. Вот вы вообще хотите жить в России, да? Обязательно. Вам нравится жить в России? Конечно, хотим. Если бы я не хотел, кроме России, я бы никуда не ходил. Почему? Потому что я учился сам, допустим, в России. После 23 года, допустим, я вот смог, хотя чуть-чуть по-русски, либо, не знаю, как-то по-вашему говорят, я, то есть пытаюсь разговаривать, как обычно, как русский парень, либо русский человек. Вот я вот после 23 года, я, то есть разговариваю по-русски. И хочу тоже, чтобы мои дети учились. Вот только что Светлана Алексеева сказала, что она сказала, что пусть они хотят учиться либо у себя, либо в другие страны. Хоть им годится. Язык, неважно, что наш язык, русский язык, английский язык. Язык, это есть язык. Сколько языка, то есть столько будет человеку. Естественно, я хочу, если, еще раз я вам говорю, если нам дадут документы, и я еще буду обратиться, к кому надо побудется, вместе с помощью с организацией гражданского садиста, если нам дадут документы, то обязательно я хочу, буду жить, и хочу жить в России. Скажи, пожалуйста, Мухин Шах, а что тебе нравится в России? Есть то, что тебе интересно здесь? Может быть, вы поможете немножко? Учиться? Учиться? Это ты хочешь учиться. А что тебе здесь нравится? Какие предметы тебе нравятся? Для Руссии. Жизнь. Жизнь? Да. А что именно? Мне вся Россия нравится. Вся Россия нравится? Да. А какой тебе предмет нравится? Математик. Вот. Я математик, мне приятно это слышать. Понятно. Скажите, пожалуйста, Анастасия, а как поступают в данном случае... Ну, вот понятно, что Харуншах беженец, вынужденный переселенец. Есть еще люди в таком же статусе. Но есть же люди, которые приезжают работать в Москву. Совершенно официально имеют все документы, разрешение на работу, их трудоустроили. Но некоторые из них приезжают с детьми, особенно там, если это женщины бывают. Вот что с ними происходит? Они в то же самое попадают в группу, испытывают те же сложности. Это люди, которые обратились вот сейчас уже за патентами, да, по новому образцу из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдавии. Приезжают с детьми, да, находятся законно, у них патенты на год. У нас одна из таких семей, вот Светланы из Узбекистана к нам обратилась. И вот у нее справедливо, в общем-то, вопрос был один из первых, который она задала. Говорит, ну я же плачу по 4 тысячи налог каждый месяц. И муж мой платит 4 тысячи. Почему эти налоги не могут пойти на то, чтобы моему Артему устроиться в школу государственную? Разве это недостаточно? Это довольно большая сумма ежемесячная. При этом она прошла вообще все круги. Она начала с того, что она пришла в УФМС и сказала, вот мой ребенок, вот у него трехмесячная регистрация по тому адресу, где мы живем, вот мой патент на год, вот моя продленная регистрация, продлите ему, пожалуйста, регистрацию на год по моему патенту или по патенту отца. Нас то и сказали, это не предусмотрено законодательством, мы не можем дать ему годовую регистрацию. Мы с ней вместе ходили в школу, где нам несколько раз сказали, что они с удовольствием бы взяли Артема, вот это тоже всех сбивает с толку, но они хотят, но не могут, еще родители говорят, но это и есть отказ. Если только мама принесет годовую регистрацию на ребенка, когда мы объясняем, что она вот очень это хочет, но сделать не может, тогда они говорят, идите в департамент образования и вообще помогите нам тоже, говорит мне Завуч, в этой школе, потому что нам не нравится этим заниматься. Проверять регистрацию, разбираться, что такое РВП, ВНЖ и ВУ, и СБ. Вот в школе и директору, и Завучу по внеклассной работе, и всем, кто занимается приемом в школу, совершенно не нужно. Это них обязанность, них ответственность. Вот, она обратилась в департамент образования, где она получила такую же стандартную отписку, как мы получаем на все наши обращения, только электронная очередь, в которую она тоже записалась, да, и ничем это ей не помогло, тот же отказ из школы. Обратилась она и в администрацию президента России, ей там ответили, что спустили в Министерство образования и науки, ответили, что вы вправе учиться, обращайтесь к директору учреждения образовательного, все решение за ним. Замкнутый круг. Круг замкнулся, да. И вот они, это одна из тех семей, которые были вынуждены в последние дни августа объезжать всю Московскую область по разным школам, значит, обращаться, стучаться в кабинеты директоров, умолять, чтобы детей взяли, зачислили при имеющихся документах, клясться, что они смогут сделать эту регистрацию и обязательно ее принесут. И нашли школу в области, сами живя в Москве, ребенка туда возят по 50 минут на транспорте каждое утро и будут возить еще долго. И они рады, что хотя бы это так, вот, я не знаю, вроде собираются так и продолжать. Вот, возить. То есть это, ну, такой полу, да, позитивный выход из этой ситуации закончился. Но, в общем-то, почему, да, почему человек, имеющий патенты, плодящий налоги, законно работающий, при этом они обращаются на РВП, они рассматривают Россию как страну своего проживания, будущего, все делают для того, чтобы здесь регализоваться уже для постоянного проживания, почему, собственно, она не может послать ребенка в... Причем это русская семья, которая говорит только на русском языке, да, но испытывает такие же сложности. Ну, это даже вот без отсылки сейчас к 43-й статье Конституции Российской Федерации, да, потому что вот, собственно, вот она и ответ. Почему? Потому что вообще обязаны учить всех, всех принимать, но этого не происходит по каким-то причинам. Светлана Алексеевна, я обратила внимание, когда Анастасия говорила о том, откуда люди обращаются, у кого возникают проблемы, и в том числе прозвучала Украина. Насколько я помню, в прошлом году в Россию хлынул огромный поток, больше 300 тысяч официально зарегистрированных было людей, как беженцы из Украины. Как беженцы-то было 300 человек зарегистрировано, как беженцы. Вынужденные переселенцы. Нет, не вынужденные переселенцы, а временные убежища. Ой, да, временные убежища, простите. Вынужденные переселенцы от гражданой России. Временные убежища. Спасибо, что поправляете, потому что вы, конечно... В этой терминологии сложно запутаться. Вот я понимаю директоров школы. Да-да-да, тем более, с какой стати они вообще должны это делать? Говорили всем, что людям, живущим на Украине, тем, кто выезжал из Донбасса, приезжайте, все получите, мы вас встретим, устроим, дадим работу, дадим убежище, ваших детей будем учить. Что происходит сейчас? Март 2014 года. Вот то, что вы говорите, соответствует вот этому времени. Действительно, и российские власти поставили лагеря МЧСовские, великолепные, и удивлялись даже сотрудники международных организаций уровнем этих лагерей. И принимало общество замечательно, и давали временное убежище. В Москве специальный банк-пункт для украинцев открыт. То есть был вот абсолютно добро пожаловать. Закончилось это. 22 июля того же 2014 года. Ну, я не знаю, грустно сказать, что украинские беженцы сыграли свою пропагандистскую роль. Но 22 июля 2014 года было издано постановление 691, которым Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Чеченская республика, ну, извините, трудно произносить это, но Севастополь и Крым были закрыты для украинских беженцев. То есть было сказано, что мы больше в этих регионах их не принимаем. А куда ехать? А куда ехать, непонятно. Во-первых, у очень многих родственники здесь и знакомые. Ну, а тех, кого, простите, я вас перебиваю, чтобы нам совсем далеко от темы не уйти. А тех, кого уже приняли, вот те, кто уже приехал в Москву, например, или в тот же раз в прошлом году, их дети сейчас, могут учиться? Ну, вот проблемы были у тех, у кого не было регистрации, потому что вот это те, кто приехал и получил временное убежище, а таких около 300 тысяч, меньше. К концу прошлого года было 214 тысяч. Ну, во-первых, их же еще нам все время говорят миллион. Миллион, не миллион, но их и не 300 тысяч, их гораздо больше. Поэтому многие остались и без статуса соответствующего, и превратились в таких же нелегальных иностранцев, как и все другие, не только украинцы. Но у многих и не было регистрации. То есть проблемы были. Ну, и, соответственно, те же проблемы с детьми. Да, я могу рассказать несколько конкретных случаев, которые не позволяют какой-то общий вывод сделать по украинцам. Вот были у нас случаи, когда обратилась Елена из Донецка по поводу своего ребенка, первоклассника, где она тоже прошла все пути, имея временное убежище, имея регистрацию трехмесячную, не смогла устроить школу из-за отсутствия этой годовой регистрации. То есть требования были такие же. И смогла найти школу только в области, вообще с каким-то уникальным директором, которая 31 августа сказала нескольким сразу родителям, которые у нее, значит, обвивали порог, что в детей возьму, успокойтесь. Мне все равно на вашу регистрацию, у меня есть федеральный закон об образовании. Каждый должен учиться. И она вот таким образом тоже будет возить ребенка довольно далеко. Есть у нас обращение от Юлии из Луганска, которая столкнулась с отказом. И это было уже после того, как было предварительное заседание в Верховном суде, после которого пресс-служба Министерства образования и науки дала релиз на ЭТАРТАС о том, что не нужна регистрация. Вот это в частном конкретном случае помогло именно ей устроить ребенка именно в московскую школу. Опять-таки с просьбами, ограничивающими с требованиями, принести обязательно полный пакет документов в будущем. Но ребенка взяли. И есть, например, случай Святослава Маленького, которого и в прошлом году не взяли в сентябре 2014, и в этом году не взяли в Москве. И родители уехали, взяли его в охапку и поехали по областям искать эти школы. По-моему, нашли где-то в Орловской области, где их согласились брать в школу уже 8-летнего ребенка. И при этом они в очень расстроенных чувствах и совершенно, в общем, снялись с того квартиры, с того места работы, где они нашли, только ради того, чтобы найти ему школу. А по ребенку учил. Пошел, да. Вот то есть разные есть. Есть случаи, например, Маши, которая у нас прожила полгода в офисе с Андрюшей, которую, в конце концов, взяли в школу без регистрации. И без регистрации, и даже без временного убежища. Родители находятся в состоянии суда по поводу временного убежища. Ну, тем не менее, ребенок, слава богу, учится. Полгода у нас на эту борьбу ушло. Вы видите какой-то простой выход из этой ситуации? Что нужно сделать для того, чтобы дети учились и такие проблемы не возникли? Простой выход – это 43-я статья Конституции Российской Федерации. Надо брать детей в школу. А в Конституции вообще закон прямого действия? Да, в Конституции у нас закон прямого действия, совершенно верно. И там очень много хороших вещей сказано. И, в общем, Конституцию неплохо соблюдать. А то однажды я в суде услышала от судьи, ах, как вы мне надоели с вашей Конституцией. Так вот, у нас была одна Конституция в России, и она должна соблюдаться. Совсем несложно. И мы умели это делать. Это не бог весть, какое новшество. Самое простое – это директорам школ брать, не бояться их брать, и действовать в соответствии с федеральным законом. И с Конституцией, которая прямой действия. Ну, понимаете, не всякий, конечно, директор школы готов к борьбе. И нужно его, на самом деле, от этой борьбы освободить. А дать ему просто возможность выполнять свою работу. Учителя должны учить, врачи должны лечить. А какую позицию по этому вопросу занимают уполномоченные по правам ребенка? Положительную. Ребенка. А по правам ребенка, не знаю. По правам человека в Москве? Вот господин Астахов как-то высказывался на этот счет. Вы знаете, господин Астахов – это не то лицо, с которым мы поддерживаем тесный контакт. Может быть, уполномоченная по правам ребенка в Москве сделала какие-то заявления? Ответы, которые нашим заявителям, мы не обращались, но они, в общем, тоже ничем не помогли. Вот это уполномоченная по правам ребенка. Они, в общем, разъясняют тот же самый приказ. А вот уполномоченная по правам человека в городе Москве, она, в общем, вроде занимает нашу позицию. Она работает по этому поводу заседания, она с нами согласна. Она была на заседании прокуратуры, где я выступала, очень энергично на это отреагировала. Она нас поддерживает. Ну, а вы, тем не менее, намерены дальше идти, обжаловать в президиуме Верховного суда, например, этот отказ? Отказ, вот я не уверена, потому что мне кажется, что он дает нам какие-то определенные возможности. А, возможно, мы будем еще в какой-то части обжаловать этот приказ, потому что у нас еще другие заявители, которые находятся в трудном положении. У них есть основания обжаловать какие-то другие части этого приказа. И, кроме того, я думаю, будем добиваться того, что все-таки детей всех брали в школу через прокуратуру и суды конкретные. Что уже само по себе звучит странно. Конечно, мы тратим на это свою жизнь и их жизнь. Вот этих вот детишек, которые остаются вне школы, ну, и теряют самое драгоценное время детства, когда человек получает знания, когда у него формируется сознание. Возможность адаптироваться, друзья. Вот он пока любит Россию, надо пользоваться этим. Не так уж много осталось в мире тех, кто любит Россию. Надо это ценить. Видите, человек говорит, я люблю Россию, мне нравится вообще Россия. Слава Богу. Мне теперь очень хочется, чтобы мы довели позицию и разъяснение этого приказа самого органа, который этот приказ издал в Министерство образования и науки и решения суда, до Департамента образования города Москвы, которые, в общем, находятся пока в глухой обороне. Записаться к ним на прием не получается, это только письменное общение. Письменное общение – это тупик. На одной из пресс-конференций глава Департамента на вопрос журналистов, что он думает по этой проблеме, ответил, что это миф, все дети, законно находящиеся в России, должны учиться. И это странное заявление, что это миф, да, потому что проблема есть, и все дети, даже те, которые законно находятся, уж точно не учатся. И есть дети, и есть суды, и есть бесконечные какие-то процессы и разбирательства, но вот это вот миф с точки зрения. Видимо, да. Вот все наши обращения, обращения, которые идут помимо нас, и мы знаем о них, видимо, не принимаются всерьез, что ли, Департаментом. А у вас нет ощущения, что вот в открытую для прессы и для суда представители Министерства образования, например, говорят вот одно, что все должны учиться, нужно только свидетельство о рождении. Есть ощущение, что лукавят. А на самом деле они не хотят, чтобы учились все. У меня есть ощущение, что они лукавят, что это в какой-то смысле фарисейство, потому что когда вот в 12-м году поняли, что из их приказа воспоследовало, то и приняли очень быстро меры. И мне непонятно, ну неужели в таком министерстве, как Министерство образования и науки, нет людей, которые могут четко и ясно сформулировать, чего же они хотели, чтобы никакой двусмысленности не получалось и никакой правовой неопределенности не было. Ну а пока все-таки есть вот это пусть и отказное, но разъясняющее ситуацию решения Верховного суда России, которым, наверное, есть смысл вооружиться родителям детей, желающих учиться здесь в российских школах и пытаться как-то их устроить. Мы его обязательно выложим на сайте Refugee.ru на нашей организации. И выделим то, на что там надо делать. Да, можно будет распечатывать и пользоваться. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.swaboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были председатели Комитета гражданской содействия Светлана Ганушкина, координатор проектов Комитета гражданской содействия, курирующие вопросы, связанные с доступом к образованию Анастасии Денисовой, а также беженцы из Афганистана Харуншах Даутшах и его сын, один из его сыновей Мухиншах, который мечтает учиться в России, но пока никак не может устроиться в школу. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайте. Редактор субтитров А.Семкин